Добрый вечер, в эфире новости сейчас в студии Игорь Антонов и коротко о главных темах выпуска. Зима близко, метеорологи прогнозируют штормовой ветер и снег. В правительстве Иркутской области обсудили подготовку к холодам под руководством главы МЧС России. Все богатство региона на одной выставке. В Приангарии стартовала агропромышленная неделя. Достижения работников села и поля увидите в нашем материале. Конторы Байкала на Синявинских высотах. Память героических солдат из Иркутской области увековечили под Петербургом на месте, где в годы Великой Отечественной шли кровопролитные бои. Покорить Швецию не только красотой, но и меткими ударами. Женский клуб «Рекорд» готовится представить нашу страну в составе сборной России по хоккею с мячом. С каким настроем готовиться к играм, расскажем через несколько минут в прямом эфире новостей сейчас. МЧС Приангария предупредила о неблагоприятных метеоусловиях в ближайшие сутки. В регион идет снегопад. В преддверии зимы в областном правительстве прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провел глава МЧС России Евгений Зиничев. Особое внимание он уделил подготовке коммунальной инфраструктуры. С подробностями Галина Тюрнева. Заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве Приангарии открывает глава МЧС России Евгений Зиничев. Он специально прибыл в Иркутск на повестке. Основные темы в преддверии зимы. Пожары, дороги, состояние коммунальной инфраструктуры. Хочется отметить, что за пять лет в Иркутской области на объектах ТЭК и ЖКХ чрезвычайных ситуаций их не произошло. Но было несколько происшествий. В том числе на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. Был взрыв бытового газа. Но, слава богу, без серьезных ЧАЭС. Чтобы положительная статистика сохранилась и впредь, важно проверить состояние объектов ЖКХ. Такие работы в Иркутской области уже идут. К зиме готовы 38 тысяч единиц жилого фонда. Это 100%. Отопительный сезон стартовал в первый день осени. На его прохождение направлено более 3 миллиардов рублей. Запасы топлива сформированы. Однако к организациям коммунального комплекса в отдельных муниципалитетах особое внимание. Профильное министерство региона отметило их нестабильную работу. Муниципальное образование, не обеспечившись созданием нормативного запаса, это поселок Янгель, Новая Игирма, это Нижний Лимский район, Улькан, Казачинско-Ленский район и Киринское городское поселение. Сразу уже могу сказать, что из аварийно-технического запаса всем этим перечисленным муниципальным образованием уже выделен уголь. Еще одна тема – это магистрали дорожной службы к реагированию на чрезвычайные ситуации готовы. Введение основного администратора более 12 тысяч дорог общего пользования, 1100 мостов, 21 ледовая переправа, 6 автозимников. Структура заготовила достаточное количество инертных материалов для ликвидации нештатных ситуаций. Сознан запас основных строительных материалов – это больше 80 тысяч кубов. Песчаногравийной смеси – 45 тысяч кубов, противогололедного материала – больше 30 тысяч кубов, щебень, камень и так далее. Кроме того, имеется почти в каждом районе карьер, в котором тоже можно использовать материал для ликвидации последствий. На КЧС подвели и итоги пожароопасного сезона. Количество возгораний в тайге удалось сократить почти в два раза. Завтрой снизилась площадь, пройденная огнем. В первую очередь, благодаря увеличению финансирования на авиапатрулирование лесов, а также помощи местного населения и активной пропаганды. Заместитель министра МЧС России Виктор Цуценко отметил, для того, чтобы противостоять угрозам чрезвычайных ситуаций, необходимо быстрое принятие управленческих решений, что может быть обеспечено благодаря новым информационным системам, уже взятым на вооружение в нескольких регионах страны. Для того, чтобы мы смогли с вами адекватно выступать тем угрозам и тем чрезвычайным ситуациям, которые происходят, нам необходимо на базе Центра управления в критических ситуациях создать единую информационную базу, обеспечить прохождение информации и увеличить скорость потоков, чтобы мы могли в автоматическом режиме накапливать как слой за слоем информацию и выдавать модель, которая произойдет. Подводя итоги обсуждения вопроса, Евгений Зиничев поручил провести комплекс превентивных мероприятий в рамках подготовки к лесопожарному сезону 2019 года. Галина Тюрнева, новости сейчас. Почти 6 миллиардов рублей составил объем налоговых льгот в Иркутской области в 2017 году. Основная часть – это налог на прибыль организации. Об этом шла речь на заседании Комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству под председательством Натальи Дикусаровой. Наибольший объем льгот приходится на нефтегазохимический комплекс. При этом прирост поступления налогов от предприятий данного комплекса в 2017 году составил 5%. Кроме того, депутаты обсудили вопрос о так называемых отрицательных трансфертах. Предполагалось, что при определенных расчетах со следующего года муниципалитеты будут отчислять средства в областной бюджет. Объем таких трансфертов мог дойти до полутора миллиардов. Однако комитет предложил отсрочить введение этой меры. Эти деньги должны остаться в территориях. Как раз, наверное, потому что на сегодняшний день мы не можем с вами обеспечить решение вот тех вопросов, о которых вы говорите. И поэтому еще и изымать из территории в виде этих самых отрицательных трансфертов деньги с учетом того, сколько мы с вами еще и даем в муниципальное образование. Ну, это нелогично и нецелесообразно. Поэтому действие этого закона об изъятии денег, оно переносится еще на один год. То есть, вернее, останавливается. То есть, этот закон не начнет действовать с 1 января 2019 года. От территории деньги изымать не будут. Сессия законодательного собрания пройдет в среду 24 октября. На повестке 41 вопрос. Большой блок будет посвящен социальной сфере, в частности, продлению действия выплат многодетным семьям, соцподдержке некоторых категорий ветеранов, дополнительным выплатам студентов и сотрудникам аварийно-спасательных служб. Сотни лучших сельскохозяйственных предприятий при Ангаре представили свою продукцию на 23-й выставке техники и оборудования агропромышленного комплекса. Как сегодня на открытии выставки отметил глава регионального профильного министерства Илья Сумароков, в этом году производство зерна превысило отметку в 800 миллионов тонн. Также почти на 2% увеличился рост поголовья крупного рогатого скота до 336 тысяч единиц. Поголовье овец и коз выросло на 2,1% до 114 тысяч 300 единиц. Финансирование сферы на следующий год предполагается на уровне 2018-го. При этом рассматривается вариант перехода на целевое финансирование. Та поддержка, которая сегодня оказывается правительством Иркутской области законодательным собранием, она дает свои результаты и мы видим позитивную динамику по всем направлениям деятельности нашего сельскохозяйственной отрасли агропромышленного комплекса. Разработали программу по переработке и сбыту, заложили деньги на следующий год уже 100 миллионов рублей. Это будет некий у нас пилотный проект. Отмечу, что это впервые в истории Иркутской области. Никогда раньше мы не поддерживали по сути переработчиков. Поэтому мы считаем, что такие точные меры поддержки дадут свой результат. Кроме того, приоритетным является вопрос увеличения экспортных поставок сельхозпродукции в соседней Монголию и Китай. Рост производительности агропредприятий региона должен будет увеличиться в два раза за ближайшие пять лет. Экспорт не ради экспорта, не ради того, чтобы больше вывозить за границу, а ради того, чтобы мы учились работать в вредной среде, чтобы мы могли конкурировать на международном атмосфере. И второе, нам было сказано четко и ясно о том, что экспорт, конечно, надо поддерживать, важно поддерживать, но важно, чтобы мы наполняли свой рынок разнообразный, экологически чистый и, самое главное, доступный по цене продукции. Двух подростков на пешеходном переходе сбили в Тулуне. Под колеса легкового авто попали 13-летний мальчик и 14-летняя девочка. Сегодня в половине второго они переходили дорогу на улицы Мира. Водитель иномарки предложил помощь, однако школьники пошли домой. Тем не менее, спустя несколько часов в дежурную часть полиции поступила информация из больницы, куда обратились пострадавшие. Несовершеннолетние получили различные травмы и ушибы. Водитель о случившемся полицейским не сообщал, хотя должен был оставаться на месте аварии до приезда экипажа ДПС, но с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают. Спустя почти семь десятилетий их подвиг увековечили. На мемориале «Синявинские высоты» под Санкт-Петербургом установили памятник воинам при Ангаре, оборонявшим Ленинград. Каменную плиту изготовили в Тулунском районе. О сохранении в памяти подвигов солдат наш следующий материал. Голос жизни и надежды в блокадном Ленинграде. Звук метронома и спустя более семи десятилетий откликается в душе не только потомков тех, кто пережил без малого 900 дней и ночей бомбежек и голода в городе Герой на Неве, но и тех, кто воевал на полях сражений, будучи за тысячи километров от родного дома. Вячеслав Панфилов вспоминает, как после ранения стал командиром взвода, а в конце войны командиром роты в составе 6-й гвардейской восточно-сибирской дивизии бойцов, в том числе с берегов Байкала. В роте было 30 лошадей, 35-36 лошадей. И в них ездовые были большинство сибиряки. В том числе я по памяти помню, был такой фарафон, в котором было в то время 41 год. И это люди стойкие, люди, которые честно выполняли свой воинский долг. Слава им, слава воркутянам и тем, кто защищал нашу ленинградскую землю. На братских могилах не ставят крестов, но подвиг солдат при Ангаре увековечили. На Аллее памяти и славы мемориального комплекса «Синявинские высоты» в Ленинградской области теперь наряду с монументами из бывших союзных республик и разных регионов России появилась плита с контурами Байкала. Открывали памятник воинам-сибирякам, навечно оставшимся в этой земле, губернатор при Ангаре Сергей Левченко и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Мы живем далеко от Ленинградской области за 5000 километров, но мы считаем, что это наша родная земля. И мы имеем на это полное право, потому что многие наши земляки, когда Родина позвала их в бой, когда позвала их на смерть, пошли и нисколько не сомневались. Летом 2017 года молодые люди из поискового отряда при Ангаре «Искатель» обнаружили фрагменты противогазов и останки семерых советских солдат на Невском пятачке. В эту землю на левом берегу Невы полегло более 50 тысяч бойцов, в том числе из Сибири. Поэтому в декабре 2017 года слитые в единую судьбы иркутян, оставшихся на пятачке, обессмертили памятным обелиском. Олег Федоров, новости сейчас. Во второй части нашего выпуска вы увидите. Заложника захватили, преступника обезвредили. Тренировка лишней не бывает. Сотрудники ОМОНа это знают и отрабатывают свои навыки. Кто сказал мяу? В Иркутской зоогалерее новый питомец и кот, и леопард. Как обживается на новом месте уроженец Юго-Восточной Азии? Пощекотали нервы болельщикам баскетболисты Иркута. Наша команда провела очередной матч на выезде в Свердловской области. О противостоянии с темпом расскажем в блоке спортивных новостей. Не переключайтесь. Вы смотрите новости сейчас. Продолжаем выпуск. Беспокойное утро в Иркутском микрорайоне университетский. В одном из зданий сегодня произошел захват заложника. Такова легенда учений иркутского отряда ОМОН и управления вне ведомственной охраны управления Росгвардии. По Иркутской области. Как часто приходится применять эти навыки на практике? И как в этот раз удалось спасти условного заложника? Ответы на вопросы знает Галина Соболева. Выстраивается оцепление в здании заложник. Два вооруженных преступника удерживают кабинет на втором этаже. На место учений выехала группа специального назначения ОМОН. Время прибытия 10 минут. Прежде всего бойцам докладывают обстановку. Принято решение войти в здание через гараж. Оперативники тщательно проверяют каждый уголок, в котором может скрываться потенциальный преступник. Параг 10, 9, все свои. Свои на этаже снова делают доклад. Заложник жив. Пока дальше помощи ждать не от кого. Придется действовать максимально быстро и точно. Главная цель отряда – не пролить крови. С заданием справляются успешно. На задержание условных преступников у группы уходит 20 секунд. Заложник в безопасности. Оружие ликвидировано. Дальше к работе подключаются психолог и следователи. Отряд особого назначения отправляется на базу и готовится к новым специальным ситуациям. Будем продолжать готовить наших бойцов сегодня. Хочется сказать, что, глядя на работу совместную, нашу спецподразделение ОМОН, значит, и в Неведомственную охрану, управление Неведомственной охраной, значит, оценку можно поставить отлично. Сработали. Все действия были правильные, грамотные. Заложник освобожден. То, что и планируется. Подобные занятия для бойцов ОМОН и сотрудников Управления в Неведомственной охраны проводятся каждый месяц. Эти навыки помогают успешно задерживать опасных преступников. Последний реальный выезд Иркутского отряда на специальное задержание был всего неделю назад. Галина Соболева, Евгений Шарипов. Новости сейчас. Школьники Шелиховского района будут изучать историю и традиции своей культуры по монгольским методикам. В свою очередь, монгольские борцы и легкоатлеты смогут тренироваться на спортивной базе «Орленок». Об этом заявил мэр Шелиховского района Максим Модин по итогам визита в Улан-Батор. В столице степной страны побывали представители местной администрации, работники культуры и образования. Сотрудничество округа Монголии и Шелихова длится несколько лет, но в основном это были совместные мероприятия спортивного характера. Сейчас было решено обмениваться опытом преподавания и воспитания. Уже в ноябре монгольские педагоги приедут в наш регион делиться своим опытом. При этом стороны уверяют, что ни одно новшество не попадет в школы без согласования с родителями и учителями. Кроме того, 1 декабря монгольские спортсмены приедут в Шелихов на традиционный турнир по дзюдо в памяти Афанасия Белобородова. Юный мисс и мистер Великая Сибирь 2018 Снежана Стофиевская и Дмитрий Карабанев примут участие в детской неделе моды Вячеслава Зайцева. Они будут демонстрировать коллекцию известного кутерье, а также представят наш город на конкурсах Юная мисс мира и Юный мистер мира в Москве. Сегодня об этом на пресс-конференции рассказали организаторы регионального состязания конкурс красоты и таланта. Прошел в Иркутске 14 октября. Кроме традиционных испытаний для моделей, обязательным условием является демонстрация своих талантов. В чем иркутские девушки не поскупились. Например, вторая вице-мисс Великая Сибирь Наталья Казанцева на суд жюри представила боевые искусства, чем и покорила судей. Я работаю там, где у нас 98% это мужчины, это сотрудники ГИБДД, сотрудники дорожно-патрульной службы. То есть, когда я зашла на работу в понедельник, каждый со входа, то есть каждый дежурный в батальоне, каждый меня, конечно же, поздравил. Да, я боялась, что там я выйду зацелована и меня домой обратно не примут. Конкурсы раньше проходили два раза в год, это весна-осень. Сейчас конкурсы красоты и таланта, то есть я уточняю, что это не конкурсы именно красоты, но еще и таланты приветствуются. Стали проходить с маленькой периодичностью, потому что очень огромный спрос стал. И уже за этот год у нас прошло практически шесть конкурсов. Ласковый и нежный зверь, но если не настроение, может больно укусить. В Иркутск привезли необычное животное, гибрид леопарда и кошки. Алику два года, он прибыл в зоогалерею из Москвы. Сейчас азиатский леопардовый кот уже достиг зрелости. Внешне по размерам он схож с обычным котом. Питается Алик мясом и травой, в основном это мыши, рыба, хомяки. Животное выросло в приемнике и поэтому легко идет на контакт с людьми и не прячется. Расширяться и обновляться хочется, потому что людям должно быть интересно на экспозиции. Мы стараемся вот так либо обменом, либо какими-то временными передержками. То есть он у нас пока на полгода, пока до весны, а дальше уже посмотрим. Либо поменяем на котенка, если у него появится жена и дети. Оставим себе, либо выкупим, либо, ну не знаю, какие-то варианты, наверное, найдем. В скором времени сотрудники зоогалереи планируют начать подыскивать ему невесту. В природе такие животные обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Иркутский рекорд будет представлять Россию на Кубке мира по хоккею с мячом среди женщин. Соревнования стартуют в шведском Кунгальве 26 октября. Национальная сборная состоит в основном из иркутских девушек. Какие цели на турнир ставит перед собой команда, расскажет Евгений Любовников. Это заключительная тренировка женского хоккейного клуба «Рекорд» перед отлетом на Кубок мира. Завтра в 5 утра наши девушки отправятся в шведский Кунгальв, чтобы побороться за звание лучшей команды мира в женском хоккее с мячом. А пока спортсменки шлифуют командные взаимодействия на родном для них льду. Как бы все сделали, что спланировали. Единственное, огорчило, что в Иркутске героическими усилиями лед все-таки сделали, но хотелось бы хотя бы денька на три пораньше. Поэтому, видимо, будем набирать игровую форму уже по ходу соревнований. В группе нашим хоккеисткам будут противостоять четыре шведские команды – Скудшер, Сандвикин, Транос и Скира. Состав участников не слишком интернационален. Из десяти коллективов один представляет Россию, один – Финляндию, остальные восемь делегирует страна-хозяйка. Сейчас столица Приангария является флагманом в отечественном женском хоккее с мячом. Первые два места в прошедшем чемпионате России заняли иркутский рекорд Исипскана. Поэтому победа в Кубке мира является основной задачей для команды на сезон. Ожидание и желание, и вообще хотение – все, чтобы победить. Мы едем туда за Кубком. Дай Бог, мы это сделаем. Ну, соперники там достойные. Вообще, в Швеции много команд, и у них конкуренция между собой. Поэтому играют они все неплохо. Но я думаю, мы нисколько не хуже их смотрим. Все у нас есть и шансы. Первую игру наши девушки проведут 26 октября против Сандвикина. Оставшиеся три встречи в группе – 27-го. Победитель турнира станет известен на следующий день. Евгений Любовников, Сергей Полянский. Новости сейчас. Иркут завершил уральское турне и возвращается домой. Накануне наши баскетболисты провели матч против «Темпсумс» у ГМК в городе Ревда. Первая четверть прошла под диктовку иркутян. 26-18 в пользу наших игроков. А во второй хозяева сумели отыграть отставание и выйти вперед. Но иркутяне не намерены были сдавать позиции. Половина встречи закончилась с равным счетом 48-48. К сожалению, наши баскетболисты не смогли сохранить заданный темп в оставшихся двух четвертях. Итог – поражение со счетом 73-88. Следующие две игры Иркут проведет на паркете Дворца Спорта Труд. Ближайший матч состоится 30 октября против питерского клуба «Зенитфарм». И в завершении выпуска напоминаем о погоде. Завтра по области ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. По данным сервиса «Яндекс» в Иркутске весь день будет идти снег. Температура воздуха днем составит 1 градус выше нуля. Ночью – минус 4. Подробнее о погоде в других городах региона смотрите в программе «Сфера» через несколько минут. С вами были новости. Сейчас мы продолжаем следить за развитием событий. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok